Шалом мистер Зевик Очень рад видеть вас сегодня в Твери на Кубке Европы по дзюдо Спасибо большое Скажите пожалуйста, вы завершили свою спортивную карьеру И вот уже на протяжении двух лет занимаетесь тренерской подготовкой юных дзюдоистов Израиля Скажите, насколько ваш взгляд на дзюдо изменился? Я закончил твою карьеру в течение двух лет, начинал твою карьеру как кадет И как это изменило твою карьеру? Это очень критичный, потому что я иногда надеялась на каждую карьеру Это 10 месяцев в неделю И сегодня я надеюсь на кадет, но это не месторая милая Есть еще одна вещь, что я должен делать для того, чтобы выставить Я заканчиваю это, и я показываю это в течение двух лет И я показываю это в течение двух лет, и я делаю все разные вещи И это один из тех, которые я делаю И я очень люблю это Погромчик, вы видите? Он сделал несколько вещей Он открыл свою федерацию Он что-то в семье, там дети И еще какой-то маленький Маленькая вещь Ну свой бизнес, да? Вы когда были спортсменом, вы смотрели на дзюдо с одной стороны Сейчас вы тренер И смотрите на дзюдо с другой стороны Это разные впечатления от дзюдо Когда ты был спортсменом, ты стал дзюдо с другой стороны Ты сейчас не смешал Ты смешал на дзюдо Как это... Как это... Это правда Я уже в 8 лет Я много разговаривала Я тоже смотрела на дзюдо Даже когда я был спортсменом Я увидела что другие спортсмены Они привлекли к тому, что я сказал Что я занимаюсь Я не знаю, что я komme В мое цене Я знал что-то Я думаю, что если я буду спортсменами То-как что-то Время, что я международный Я уверен Что тут я буду спортсменом Он всегда смотрел Я не знаю Я занимаюсь тем, что Вы учили Он тоже думал Как тренер Он тоже тренер Он говорит Тренер Он знал что он будет тренер Господа Он не пытался, а это тоже круто понять, его сторону. Интереснее быть на татаме спортсменом в борьбе или интереснее быть для вас сегодня тренером? Когда молодец, он играет на татаме, он играет на татаме, он играет на лестнице. Он сказал, что он уже поборолся, уже все, поборолся достаточно, и все, он встал уже, и все, но лучше нас смотреть. Лучше быть тренером, да? Да. На ваш взгляд, изменение правил соревнований по дзюдо, которые сейчас происходят в мировом дзюдо, положительно это влияет на дзюдо или неположительно? А в татаме, да? Есть несколько вещей, которые плохие есть, которые хорошие. Которые плохие, что ты... Хорошие, что они не проигрывают по ашиду, что это оценка. А тоже плохое, что они не могут ноги брать, что ты не можешь соду делать и сразу с ногой брать. А не кажется ли вам, что это все-таки большой арсенал техники дзюдо просто-напросто уничтожился из-за введения новых правил? И это, в принципе, нехорошо то, что дзюдо так вот обрезают? Это очень хорошо, что мы сняли. Мы сняли, что мы сняли. Я думаю, что это не хорошо. Я понимаю, что они не хотели. Они не хотели это сделать, чтобы это сделать. Но я думаю, что это будет более эффективным. Например, если кто-то прибывает и не придет к этому переследствию. И, после тех, чтобы мы сейчас использовали такие структы, только если они знают, что они будут звукрызываться. Они были очень красивыми в категороме, в категороме, что не просто возможно сделать. И я думаю, что это хорошо. Я думаю, что многие не должны брать это плохо, потому что они думают, что были броски красивее намного, как будто меньше чем сейчас. И что сейчас как будто борются чуть прямее. Пожалуйста, чтобы не было уныш, кто не приходит на левый кайм, или ката-гун, или в общем-то не было макуфа, чтобы не было уныш. Не нужно было урить это. Кто заходил на колени просто так, можно было бы отдать ему это движение, я не знаю. Насколько дзюдо сегодня популярен в Израиле? От какого дзюдо популярен в России? Он очень популярен. После «Кедур-регель» и «Кедур-сал», я думаю, что это один из самых популярных. Есть примерно 30,000 дети, которые занимают дзюдо, и другие медали от Олимпийских. Есть для Исраил в дзюдо, а медали от первой из Исраиля в дзюдо. Да, это дзюдо, это, скажем, футбол и баскетбол, и на первом месте мы потом дзюдо крутим. Дзюдо, это у нас, скажем, 30,000 где-то детей тренируются дзюдо, что это наша первая медаль. Лучше всех олимпийских медалями мы взяли в Moore в дзюдо в дзюдо и на Lagos. Кто сегодня является лидером в мужской команде сборной Израиля? Я не люблю окончание. Я не знаю, какоеissance чер sector. Ты слов 안олее, как никто сказал Барселона, и я чувствовал ейешок в percentages. Нет, сегодня. В Исраиле сегодня в Бу-Гриим? Сегодня в Бу-Гриим есть очень хорошо, есть 4-5 спортсмены, мокшеры. Сейчас 3-4 мобильные, это Томи Аршанцки в 60 кг, Голан Полак 66 кг, Саги 73 кг, и в 100 кг, 100 кг, 100 кг, 100 кг, 100 кг, 100 кг, У этих спортсменов есть шансы побороться за Олимпийскую медаль в Рио-Де-Женея? В Исраиле, Каждому ты можешь взять медаль. И сейчас как-будто еще рано сказать, то что возьмет, еще 2 года осталось. Ну, надежда есть. Ну, надежда есть. Да, есть Тико. Да, есть Тико. Да. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Он любит это. Он лучше хочет тренировать наши юноши или взрослых. Нам будет легче это делать. Как вы расцениваете выступления своих подопечных на сегодняшнем турнире в Твери? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Мы не выбрали один, но каждый спортсмен чувствует текературу в другую сторону. Он говорит, что у нас два спортсменов медали. Он говорит, что у нас два спортсменов медали. У нас два спортсменов медали, которые хорошо боролись в Твери, которые хуже, но это участие, что мы взяли медаль. Это тяжелый турнир в России, что мы взяли медаль. На ваш взгляд, какая из стран сегодня является законодателем моды в джидо? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Если бы он не знал, что так будет, но были такие маленькие страны, как Таджикистан, Таджикистан, Армения, что они пришли и хорошее выступление показали. Если бы не дзюдо, чем бы вам хотелось, как вы думаете, кем бы вы были, если бы, допустим, не занимались дзюдо, что вам еще интересно? Если бы не дзюдо, то, что бы ты занимался дзюдо? Если бы не дзюдо, то, что бы ты занимался дзюдо? Если бы мы спросим о спорт, то вы решили мне играть в Кедуруссал. Я шахкала в текущей, и очень хотел бы я играть в Тель-Авив, что она большая группа в Исраиле. Но если бы не говорить о спорт, то я бы не знал, что я пришел к церкви, и я пытался быть в Кацином, в ехиде аккредит. И я продолжал. Он спрашивает, если бы взгляды спорта, значит, он бы хотел бы в баскетбольной команде, он играл когда-то, его хотели взять какую-то сборную, копать, опой, и другой, если бы не был спортсменом, он бы пошел бы в армию какой-то высокой... военным был бы... военным был бы, да. У вас есть семья, дети? Три. Занимаются ли они, изучают ли дзюдо? Да. Можем дзюдо. Я, в общем-то, не хочу, чтобы дети были в дзюдо. Я надеюсь, что они были в других спортсменах, но если бы они хотят, чтобы они были в дзюдо, они не хотят, чтобы дети занимались дзюдо, я надеюсь, что дзюдо, в том числе, я надеюсь, что дзюдо, в том числе, что это анап Олимпий, и ты можешь, в общем-то, приглашать на Олимпиаду, это анап, который, даже, может быть, у тебя в жизни в качестве лучшего. Это анап индивидуальный, и ты ниткал в его всяческие моменты, тяжелые, 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 и я думаю, что, это очень важно для тебя в жизни, даже если ты не приехал в Олимпиаду. Я думаю, что даже если дзюдо, ты можешь идти в Олимпиаду, это что-то пик, но, скажем, в жизни, ты учишься, поведение меняется, и все меняется, как ты чувствуешь победы, поражения. Анджела, кого там жмать смеет? Если... что ты взрослый, становишься, как бы, более... Да. Самостоятельный, да. Какую-нибудь смешную историю из вашей спортивной карьеры дзюдо можете рассказать? Я не могу, что-то, 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 после Олимпиады я не смогу, что-то, 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 перед Олимпиадой, когда он взял чемпионат Европы, первое место. Значит, он, когда на Олимпиаде он проиграл, проиграл, значит, когда он вернулся домой, он спросил его маленькую дочь, если пора дождать дзюдо или нет. Она сказала ему не надо, он сказал, почему. Она сказала, что ты всегда проигрываешь. Да. Что бы вы мы... Что в заключении, как бы, да, что можете вы... Какие слова сказать тем ребятам или людям, которые только выбирают, открыть ли им зал дзюдо, да, войти ли им на тренировку по дзюдо, какие слова вы можете сказать, что именно подтолкнуло их это, за идти в зал дзюдо? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Я говорю, что для детей, которые будут участвовать в гидро, это самое лучшее, что они могут делать для детей. Потому что если они также задают фишку и учитывают, то они могут выйти на Олимпиаду, но это действительно что-то... Они могут учитывать все жизнь. Но если нет, они вообще помогают для детей их, чтобы убежать себя внести себя. Я говорю, как ты получил ребенка в детстве на древесину, как ты получил ребенка в спорт, как в детстве, как в джудо, в том, как он умирает его ментально. Я думаю, что джудо помогает ментально детям. Будет помогать в жизни, как родители, дети в школу, посылают, так и джудо. Они ментально, мы говорим о ментальности, что нужно учиться, потому что нужно тренироваться, это поможет в будущем в жизни. Спасибо большое. Успехов вам в тренерской деятельности, воспитать в соревновательном джудо чемпиона, и, надеюсь, встретиться в России или, может быть, когда-нибудь я еще раз приеду в Израиль. Спасибо большое за субтитры, за субтитры, за субтитры, и за субтитры. Он пытается увидеть его. Он хочет что-то сказать по-русски. Любишь кататься, любишь санечки возиться. Ага, хорошо, да. Это тоже можно отнести к джудо, да? Мой тренер Ашкеннази тоже, да? Да. Ашкеннази известный тренер в России, да. Тоже. Спасибо большое. Спасибо.